Ремонт за ремонтом. Девиз у запорожских жилищников не меняется. Говорят, подъезды, кровли и лифты постепенно приводят в порядок во всех районах города. Однако, отмечают в КП основания, не на каждую реконструкцию хватает средств. Как решаются коммунальные проблемы, решил проверить городской голова, вместе с жилищниками отправился в рейд по Ленинскому району. Чистота и порядок скоро воцарятся в одном из подъездов по улице Штурмовая 9. Там жилищники устроили ремонт, шпаклюют и красят стены, перила, трубопроводы и не только. Работы здесь выполняются за счет материалов КП основания, говорят рабочие. Добавляют, могли бы отремонтировать больше подъездов, если бы жильцы шли предприятию навстречу. Для этого предлагают сотрудничество по схеме взаимозачета. Мы принимаем от населения предложение по закупке материалов, и мы в первую очередь в этих подъездах ремонтируем. У нас в комплексе других работ предусмотрен взаимозачет. Это возврат жильцам через содержание дома, ту затратную часть, которую они тратят. В ходе проверки городской голова сделал жилищникам несколько замечаний по поводу качества работ. В основании заверили, недочеты исправят. С визитом мэр побывал и на Бородинской-3. Здесь идет капремонт кровли. Предстоит решить на этом доме и еще одну проблему. Приводить городские крыши в такое состояние, где невозможно. Не осуществлять их потом техническое обслуживание из-за этих клубков проводов. Не проводить нормально ремонтные работы. Поэтому мы соберем провайдеров, договоримся с ними о том, что каждый из них должен разработать программу, чтобы мы, не прерывая сейчас оказаниями услуг, услышали от них конкретный срок, в течение которого они соберут все эти висящие воздухопровода. На коммунальную проблему пожаловались мэру и жители дома по улице Бородинская, 16. Говорят, хлопот доставляют старые деревья. Также здесь необходим ремонт температурных швов и герметизация решеток. Один вопрос решить уже удалось. Теперь в подъезде есть обновленный лифт. Были заменены все узлы и детали, система управления, лебедка, двери, оборудование шахты, кабина лифта, замена электропроводка и также выполнен ремонт машинного помещения. И, по сути дела, это новый лифт. Срок службы этого лифта составляет 18 лет. В мэрии говорят, в этом году планируют провести капремонт порядка трех сотен лифтов. Добавляют, почти в два раза больше денег было выделено на обновление кровель.